Депутатский зеленый патруль. Сегодня городские депутаты вместе с чиновниками и подрядчиками проехались по Октябрьскому району Караганды, чтобы посмотреть, прижились ли деревья, что высаживали в субботники и как за ними ухаживают. На это из бюджета были выделены немалые средства. Какие впечатления остались у народных избранников от поездки, знает наш корреспондент Ирина Камышова. Столько денег бюджетных угрохать и сейчас просто смотрим на то, как это все потихоньку погибает. Это сквер на Голубых прудах. Когда-то он был настоящим подарком для местных жителей. Территорию благоустроили, установили детскую площадку. Здесь же высадили более двух сотен деревьев, по 12 тысяч тенге за каждое. 220 лиственниц сквери на Голубых прудах были посажены в 2011 году, однако деревья так и не получили должного ухода. Теперь 80 процентов зеленых насаждений стоят сухими и неприглядными. Ухаживают за лиственницей недолжным образом, уверены депутаты. Это порода хвойных требует обильного полива и тщательного ухода. Здесь же обходятся обычным опрыскиванием. Оттого уже больше года сквер украшает сухостой. А это уже улица архитектурная. Весной вдоль дороги, что проходит у районного Акимата, высадили 102 саженца молозеньких елей. Представители местной власти отчитываются, дорогостоящие деревья высажены по всем правилам. Однако, копнув глубже, депутаты выяснили, что здесь даже проекта посадки нет. Да и еле принялись далеко не все. Проблема в том, что после того, как подрядчики строят, они в течение года его, будем ли, эксплуатируют, а дальше нет ухода за этими деревьями. То есть, хотелось бы, как бы, вот этот вопрос дальше мы будем поднимать, чтобы осуществлять полив, чтобы соблюдать эту технологию. Тут же выяснились и другие обстоятельства. Чиновники признали, что 40 саженцев были украдены сразу после посадки. Рассказывают, уже сообщили об этом куда следует. Когда на протяжении, когда посадки, весенние, были сворованы. Да, у нас имеется заявление. У нас в регионе Пешахинские сортировки в ночное время, особенно в сортировке, были похищены деревья. В общем, до сих пор ведется следствие, и силовики выясняют, кто умыкнул зеленых. Тем временем депутаты направили сортировку. Сквер по улице Дружбы открылся осенью прошлого года. Здесь красиво, но немноголюдно. Однако хулиганы успели порезвиться. Сломали лавочки, разбили фонари и стекло в окне пункта полиции. Хорошо бы тут траву скосить, да получше поддерживать недавнее благоустройство этой территории, заключили народные избранники. Деревья не подбелены, уже даже скамейка поломана. По другому дела обстоят в сквере у ДК «Молодежный», что в Пришахтинске. Насаждение здесь сочно-зеленого цвета, вокруг детвора. Всего же весной в Октябрьском районе высадились 700 хвойных, рассказывают сотрудники Акимата. Очередь за лиственными породами. Они появятся здесь этой осенью. В нынешнем году на посадку деревьев району было выделено 27 миллионов тенге. В эту сумму входит и содержание саженцев, пояснили специалисты. Сортировка маяки ДК «Молодежный», два раза в неделю, среда, пятница. Проводится полив, прополка и подкормка деревьев. За ходом производства работ подрядной организации отслеживает технодзор. Тоже также заключен договор с технодзором. И специалисты Октябрьского Акимата. Те финансовые средства, которые депутаты распределяют для управления парком, хватает ли им на содержание этих скверов? И хватает ли просто даже рабочих рук для того, чтобы вот такие здоровенные территории ухоженными содержать? Ну, наверное, мы эти вопросы будем поднимать на заседаниях постоянных комиссий и будем решать уже, с какими рекомендациями ходить на районный Акимат, в Акимат города, какие правильные мероприятия способствовали бы действительно максимальному эффективному использованию тех средств, которые мы выделяем. Итоги выездного заседания постоянной комиссии подведут уже на днях. Завтра по вопросу озеленения предстоит объезд района имени Казбекби. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.